Уважаемые коллеги, добрый день. Как вы знаете, вчера, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, я высказал своё соображение по поводу возможных поправок в Конституцию Российской Федерации, имея в виду ту дискуссию, которая так или иначе уже у нас в стране, в обществе развернулась. И хотел бы в этой связи вот что сказать. Во-первых, вам большое всем спасибо, что вы согласились принять участие в этой работе. Для неё нужны не только профессиональные знания, я об этом сейчас чуть позже скажу, но и политический, и жизненный опыт. Это чрезвычайно важная составляющая для профессиональных, для тех людей, которые работают и будут над этим важнейшим решением. И вначале я хотел бы вот что сказать ещё, что поправки, которые предложены были вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий наших регионов в выработке важнейших решений в развитии нашего государства. Речь в том числе о новом порядке назначения председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Я ещё раз хочу сказать, вчера коротко так, просто формат послания не позволял углубляться в детали, но мне кажется, что в этом есть большой смысл. Россия, оставаясь президентской республикой, всё-таки становится более открытой, и значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается. Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность не только за назначенных министров и заместителей, и самого председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит правительство. Вот такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована. Ну, ещё раз просто хочу сказать, представьте себе, да, назначается председатель правительства, президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру, а потом председатель правительства идёт не к президенту со своими предложениями, а идёт в парламент. И парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителей, председателя правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Но ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства в отношениях и в работе друг с другом. Я ещё раз хочу к этому вернуться и считаю, что это чрезвычайно важно. Уверен, что многие из присутствующих здесь согласятся, а граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве. Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьёзные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия. Это совершенно обязательный, на мой взгляд, императив. Иначе мы уйдём туда совсем в парламентскую республику, с нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией. Это, на мой взгляд, на сегодня для России было бы очень серьёзным испытанием. Неизвестно, чем оно бы закончилось. Поэтому вот такое гибкое сочетание и увеличение, повышение роли парламента и взаимодействие с правительством при сохранении серьёзных прерогатив в руках главы государства, мне кажется, будет обоснованным. Нам также предстоит определить конституционный статус государственного совета. Добавлю те возможности, которые по контролю качества над законодательством, которыми предлагается наделить Конституционный суд. Правда, что касается Государственного совета, тоже хотел бы прокомментировать. У нас есть Верхняя палата Федерального собрания, она, как всегда было так и так есть сегодня, является палатой регионов. И здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать. Здесь нельзя создать вторую палату регионов. И вот эта тонкая работа, очень внимательно мы должны отнестись к тому, как мы пропишем в основном законе Государственный совет, его прерогативы и так далее. Это очень важная составляющая. Особо выделю предложения, связанные с укреплением социальных прав граждан. Хочу повторить ещё раз. Считаю важным обозначить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты туда в России не может быть меньше прожиточного минимума. Да, у нас уже в законах это прописано. Но одно дело в законах, а другое дело в основном законе, в Конституции. Это чрезвычайно важное будет фундаментальное, по сути дела, положение, связанное с жизнедеятельностью и деятельностью государственных органов в текущем режиме. В основном в законе также должно быть прописано, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий. Вроде бы мы и так это делаем на сегодняшний день, но так было не всегда. Да, и многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены, знают. Ну, денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут. Если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет. Правительство обязано будет индексировать пенсию. Или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностью президента реагировать на это нарушение Конституции в отношении всех должностных лиц, в отношении которых у него будет право в том числе отстранять от должности. Знаю, что поддержку парламентариев, общественных объединений и граждан получили предложения, связанные с укреплением суверенитета России, с повышением роли нашей Конституции в отечественной правовой системе. Чрезвычайно важно, и здесь хочу заверить вас, мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, и без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует всё, что не противоречит их основному закону. Значит, это совсем не значит, что мы, допустим, уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов Российской Федерации, но только не Конституции. Если договор, какого бы это ни был, противоречит Конституции, он не должен действовать, заключаться не должен, а если был заключён, и мы обнаружили, что там есть нарушение Конституции, он не будет действовать на территории Российской Федерации. Здесь, конечно, эта работа требует высочайшего правового, юридического профессионализма, чёткости, выверенности, по сути, каждого слова, каждые буквы, а может быть, даже и каждое запятую. Нам нужно сохранить стройность нашей Конституции, единство её правовой ткани, исходить из того, что Конституция – это документ прямого действия, и все инновации призваны укреплять и развивать её потенциал. Считаю, что задача рабочей группы, которая сегодня собралась впервые, хочу вас за это ещё раз поблагодарить за то, что вы согласились на эту работу, организовать системную и крайне ответственную работу над проектами поправок, над теми предложениями, которые уже прозвучали и, уверен, ещё поступят на рассмотрение. Очень важна их тщательная правовая экспертиза. На голосование должны быть вынесены отточенные и по смыслу, и по форме правовые формулировки. А решающее слово, конечно, как я уже говорил вчера, за гражданами России. Спасибо вам. Это то, что я хотел бы сказать вначале. Пожалуйста, коллеги, кто бы хотел что-то добавить. Андрей Александрович, пошла с нами. Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо большое за доверие всем, кто собрался здесь. Здесь Конституция у нас в стране закон прямого действия. Именно поэтому так важно содержание буквально каждого положения, которое содержится в Конституции. У нас есть первая и вторая глава. Вы обратили внимание, что они останутся неизменными. Особо хочу подчеркнуть, что положение второй главы, которое определяет содержание прав и свобод, гарантии прав и свобод, по многим вопросам превосходят даже самые лучшие европейские стандарты, которые есть. Можно привести пример института гражданства, например, или гарантии, связанные с избирательными правами. Поэтому все это в Конституции, безусловно, должно и будет сохранено. Есть правовые позиции Конституционного суда, которые развивают современное понимание прав и свобод человека. Поэтому Конституция, наша действующая Конституция, остается одним из самых современных конституционных документов на данном этапе. В то же время, конечно же, вы абсолютно правы в том, что Конституция – это не памятник. Это не памятник какой-то эпохи. Это именно живой документ, живая Конституция. Это значит, что Конституция должна давать ответы на те запросы, которые Конституции посылает общество. И содержать достаточно понятные, простые для людей ответы по этим вопросам. Именно в силу этого нам кажутся очень важными те положения, которые раскрывают понятие социального государства. У нас оно закреплено в Конституции, действительно. У нас не так много конституционных гарантий именно социальных прав. И сегодня, когда мы проработаем вот те положения, которые вы высказали в своем послании, я думаю, что, конечно же, содержание самого понятия социального государства будет намного более понятным, широким, доступным людям. И люди будут чувствовать, что их права наилучшим образом защищены. Вы абсолютно правы и в том, что говорите о приоритете именно российской Конституции. У нас и сегодня в ряде положений Конституции закреплен приоритет положения действующей Конституции, верховенства, высшая юридическая сила на территории Российской Федерации. Но, Владимир Владимирович, с какой проблемой мы, юристы, в первую очередь, сталкиваемся? Ведь сегодня Российская Федерация известна, мы четко, достаточно следуем нашим международным правовым обязательствам, тем конвенциям, которые мы подписываем. Но проблема сегодня возникла в связи с тем, что надгосударственные органы, ну, тот же самый, например, Европейский суд по правам человека, толкует конвенцию. То есть, по сути дела, появляются принципиально новые положения, под которыми Российская Федерация никогда не подписывалась. И мы действительно должны дать конституционно-правовую оценку, возможно ли на территории Российской Федерации исполнение ряда положений. И Конституционный суд, тем более, что с учетом вот тех дополнительных полномочий, которые будут у Конституционного суда, Конституционный суд, конечно же, должен иметь возможность дать оценку и определить действенность на территории Российской Федерации тех или иных международных правовых обязательств. Очень важно, конечно же, что в составе нашей группы рабочей, не только юристы, ученые, но и представители общественных организаций, нам предстоит пройти достаточно непростую процедуру обсуждения поправок в парламенте, поэтому мы, безусловно, и с нашими крупнейшими политическими партиями будем это обсуждать. Но, что самое важное, нам предстоит получить одобрение наших граждан и провести процедуру голосования так, чтобы люди действительно выразили свое отношение к этим положениям Конституции, потому что, как я сказал, Конституция – это живой документ прямого действия, она должна быть понятна для наших граждан. Уважаемый Владимир Владимирович, мы проведем эту работу, отнесемся к ней очень ответственно и представим вам уже текстуально предложения, которые касаются изменения основного закона. Спасибо большое. Спасибо. Я согласен с вами в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда тот же Европейский суд, а мы исполняем все его решения, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо. Но, кстати говоря, мы и в этом случае исполняем, как это не покажется странным. Но когда начинаются всякие толкования, которые навязываются со стороны, это уже перебор, это слишком. Поэтому я согласен, нужно к этому подойти аккуратненько, но, безусловно, в том числе и в этом смысл моего предложения. Я полностью с вами солидарен. Владимир Владимирович, можно? Рошаль. Да, пожалуйста. Во-первых, спасибо большое за доверие. Я хочу сказать о той ответственности, которая на нас лежит. Конечно, мы должны сделать Конституцию, чтобы через 25-30 лет не сказали, чего они там принимали. Она должна быть очень продуманной. Я думаю, что мы со своей стороны, каждый, вероятно, лидеры разных направлений у нас должны спросить наше сообщество, например, врачебное сообщество, пациентское сообщество, что так, что не так. И на широкой платформе такой обсудить эти вопросы. У меня к вам вопрос, Владимир Владимирович, который не касается детства и моей специальности. Вы сказали, что министры и вице-премьеры утверждаются думой хорошо. А будет ли возможность у президента ставить вопрос, если кто-нибудь из министров и вице-премьеров не работает достаточно хорошо, поставить вопрос о соответствии и сказать ему до свидания? Да, я и вчера говорил, и сейчас упомянул коротко. Полагаю, что у главы государства должно оставаться право отрешать от должности тех, кто не надлежащим образом исполняет свои обязанности. Спасибо. Спасибо. Важно? И ещё сверх того, извиняюсь, активно поддерживаем то, что вчера прозвучало, про то, что разница в социальных гарантиях по регионам не должна быть такой большой, как она имеет место сейчас. Но вот как это сделать, не затрагивая второй главы, где прописаны эти самые социальные права и социальные гарантии? Как Вы и говорили, как я вчера сказал, и сегодня уже ни первая, ни вторая глава не должны быть затронуты. Мы просто добавляем. Вот я сказал, например, что касается индексации пенсии. Ну, этого нет там в Конституции. Понимаете? Это, если мы внесём в Конституцию обязательства государства, обязанное государство индексировать пенсии, она никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать. Ведь я ещё раз хочу повторить. Давайте вспомним. Ну, этого, к сожалению, государство не всегда исполняло раньше. Находились другие, более важные, как казалось кому-то, вопросы. Вот и деньги направляли на другие цели. А я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение вот таких обязательств социальных перед государством, перед людьми, перед пенсионерами, у которых нет других источников дохода, кроме как получения пенсии, заработанной честно и в течение многих лет. Поэтому, если мы зафиксируем в основном законе обязанности государства, тогда это будет точно исполняться. Вряд ли кто-нибудь рискнёт нарушить Конституцию. Поэтому чрезвычайно важная вещь. Или мы приравняли уже на уровне закона ПМ по праздничным минимумам, к минимальному размеру оплаты труда. Но сегодня приравняли, завтра изменилось, куда-то ушло в тень, опять не исполняется. В Конституции будет записано, обязано будет правительство делать это на десятилетия вперёд. Чрезвычайно важная вещь. Этого, конечно, недостаточно, такой уровень слишком маленький, но это должно быть гарантированно. А ПМ будет подниматься, да, и минимальный размер оплаты труда обязано будет правительство подтаскивать туда. Понимаете, вот это такая, только на первый взгляд, формальная вещь. Нет, но это не затрагивает главы второй, никак не нарушает встроенности. Спасибо большое. Владимир Владимирович, я бы хотел просто обратить внимание на общественное обсуждение этих поправок. Ну вот я лично исхожу из того, что право – это всё-таки социальное явление, культурное явление. И, конечно, нам, наверное, работать с законами легче тогда, когда мы всё-таки обсудили с гражданами. И с этой точки зрения обсуждение норм права, которые мы, конечно же, будем проводить, норм права, именно которые вносят изменения в Конституцию, оно, на мой взгляд, даст нам больше возможностей для принятия. И, с другой стороны, даёт нам возможность, ну как-то, чтобы люди понимали, как эти нормы работают, как будет работать новое государственное устройство, как будет защищён наш суверенитет. И с этой точки зрения, конечно, мы, вот так предварительно обсуждая, договорились, что, конечно, мы будем смотреть максимальное количество предложений, а затем уже, готовя текст, будем предлагать уже вам конкретные варианты поправок в Конституцию. Я бы вот только на этом хотел обратить. Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу вас отдельно поблагодарить, что вы поддерживаете традицию управленческой культуры, которой востребованы доктринальные знания. Научные сообщества готовы к такой работе. Более того, оно способно обеспечить и идейную поддержку, потому что много же дискуссий проведено, предполагаемых при образовании Конституции, но и осознаёт колоссальную ответственность, которая перед нами. Я думаю, надо помнить о том, что Конституция у нас действует уже 25 лет, и уже правовой социокод российского общества сформирован на её основе, и это нужно обязательно сохранить, какие бы мы изменения сейчас ни вносили. Тем более, что Конституция была признана мировым сообществом и была такой очень важной вехой в развитии, в мировом конституционном развитии. Я бы ещё обратила внимание, то, что мы не затрагиваем, и, наверное, это правильно на данный момент, исторический момент, не затрагиваем, не изменяем часть Конституции. Но и корреляцию мы должны обеспечить, потому что фундаментальная конституционная ценность находится именно там, и, возможно, в ходе работы у нас будет создан в духе нашей конституционной идентичности новый концепт с размерностью универсального и национального вправия. Это интересная и научная задача тоже. Ну и, наконец, я думаю, надо помнить о том, что любая реконструкция Конституции, даже незначительная, она влияет не только на новые законы, законодательство. Экстраполяция происходит сразу на всю правовую систему, а у нас это точно произойдёт. И я полагаю, в этой части мы не должны разрушить механизмы, которые у нас уже есть, воспроизводство и адаптация Конституции к новым условиям, что у нас уже происходило. Это, наверное, тот путь, где мы можем решить эту дилемму. Вот вы назвали в послании, что, с одной стороны, устойчивость и стабильность Конституции с тем, чтобы обеспечить нашу независимость и суверенитет, а, с другой стороны, гибкость, жизнеспособность. Вот на этом пути, наверное, это можно сделать. А сугубо юридические задачи видятся в том, что уйти от рисков фрагментарности изменений. Вот это может излишней детализации даже. То, что декларативность иногда сопровождает конституционная реформа. Я думаю, это как раз юридическая задача, которая по силам нашей научно-юридической школы. Здесь немало представителей у нас в нашей группе. Ну и, наконец, вот вы сказали о том, что происходит в мире. Я обобщала опыт. За 25 лет у нас не осталось в мире ни одной Конституции, которая не подверглась коррекции. И, по счастью, этот опыт уже наукой, он обобщен. И мы будем использовать как дополнительный инструментарий. Но еще, думаю, это нам поможет, поскольку будет очень много разных предложений, сохранять необходимый иммунитет российского общества от концептов, предложений, идеологем, которые не укоренятся в нашей действительности. И которые для нашей конституционной матрицы, они несовместимы с ней. Тем более, она доказала свою жизнеспособность за 25 лет. Владимир Владимирович, я думаю, это вообще важная наша работа. Имеет большое значение с точки зрения участия гражданского расширения прав и места гражданского общества в жизни страны. Но я хотел бы сказать, что Конституция – это, конечно, правовой документ, но есть политическая и общественная сторона этого дела. Я думаю, что у нас недостаточно в стране уважения к Конституции. И в этом смысле, я думаю, что, может быть, нам продумать меры по усилению популяризации Конституции через систему образования, через средства информации. Потому что вот кончающие, я знаю, студенты, которые нам поступают после школы, у них не очень глубокое знание Конституции. И самое главное – понимание о необходимости максимального уважения к Конституции, как именно основному кодексу и правилам жизни общества. Спасибо. Я с вами согласен полностью. Ведь вопрос в чём? Вопрос в том, что человек, как правило, ну, рядовой гражданин, не чувствует своей связи прямой с Конституцией, с основным законом, не чувствует, как его жизнь от этого зависит. Но если мы прямые социальные гарантии, я хочу к этому вернуться, к предыдущему вопросу, как необходимость минимальной оплаты труда до уровня прожилищного минимума подтягивать, или необходимость индексации пенсий, вот это запомнят все. Вот это будет, значит, в голове у каждого. И я вас уверяю, такое отношение к Конституции, как к закону прямого действия, тоже будет меняться. Но, а в целом, я с вами безусловно согласен. Пожалуйста, по времени. Но мне кажется, знаете, не нужно тянуть годами. Для собравшихся здесь, для большинства граждан страны предложенные вещи, на мой взгляд, совершенно очевидны. Они понятны и конкретны, начиная от повышения нашего суверенитета в правовой сфере и заканчивая социальными гарантиями дополнительными. Добрый день. Вы сказали, что очень важно, чтобы закон, те международные договоры, которые мы подписываем, соответствовали нашей Конституции, безусловно. Перед тем, как их артифицировать, мы должны быть в этом уверены. Но, мне кажется, такая работа могла бы аналитическая, как минимум, быть проведена, потому что вот есть вещи, которые просто звучат прекрасно, но я пока не вижу отражения в отраслевом законодательстве. Например, те же самые основные гарантии прав детей, которых я, в общем-то, в целом не вижу. И если можно. Опять же, вы совершенно правильно сказали, самое главное – это согласование всех граждан нашей страны, чтобы было их согласование в принятии этих решений. Мне кажется, очень важно при этом не потерять возможность, конечно же, согласовывать каждый пункт, каждое предложение в отдельности, чтобы не было истории пакетом, чтобы когда у нас граждане будут голосовать за эти предложения, они могли высказаться в отношении каждого предложения, которое будет разработано комиссией, чтобы они могли сказать, да, это мы поддерживаем, это нет. И в таком, собственно говоря, виде отражения мнения и, собственно говоря, согласие или не согласие наших гражданам было ключевым и важным самым в принятии этого решения в качестве итогового. Вы знаете, что касается пакета либо по каждому предложениям, мне думается, что это просто нереалистично. Как вы себе это представляете? Предложения могут быть тысячи. Вот сейчас, да-да-да-да, здесь-то их будет сотни, а если мы послушаем всю страну, их может быть тысячи. Сейчас, секундочку, секундочку. Поэтому, как бы сложно ни было, для того, чтобы выносить это на голосование, нужно всё-таки доработать всё в комплексе и предложить людям на какое-то решение. Потому что если предложений будут, если не тысячи, а то сотни, то у нас ещё миллионы избирателей, это вообще просто технологически, мне кажется, будет невозможно. Я уже сказал, что у нас это первый подход к снаряду. Мы с вами будем встречаться, будем обсуждать то, что начнёт возникать и начнёт прорабатываться уже на профессиональном уровне. Ещё раз хочу вас всех поблагодарить за то, что вы согласились принять участие в этой работе. Она, а, очень важна, б, востребована, это созрело. Вот эти вопросы, которые я поставлю, они созрели. И, в, она очень ответственна, чрезвычайно ответственна, ну и, конечно, почётна. Хочу нам всем пожелать успехов на этом пути. Спасибо вам большое. Всё хорошо.